так посмотрите я ничего штрафовать вас не буду потому что нету кто напишет заявление если вас захочет штрафовать постановление 417 как он кричал постановление номер независимых ванна цветного полосе нам для них хотя бы почему на каком основании мы требуем и для нас и для них приведение постановление номер 417 правительство российской федерации не шустин вот 2 апреля 2020 года что есть написано при введении режима повышенной готовности или через сами ситуации на территории на которой осуществляется угроза возникновения чрезвычайной ситуации или зоны чрезвычайной ситуации граждане обязаны соблюдать общественный порядок требования законодательства российской федерации о защите населения территории от чрезвычайной ситуации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения дальше выполнять законные требования руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации предоставлений экстренных оперативных служб и иных должностных лиц осуществляющих неприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации данные уполномочия должны лица далее при введении инструкции от уполномоченных должностей в том числе через средства массовой информации или операторов связи эвакуироваться с территории на которой осуществляется угроза возникновения чрезвычайной ситуации или зоны чрезвычайной ситуации и используя средства коллективной индивидуальной защиты и другое имущество в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов российской федерации органами местного самоуправления и организациями организациями очень мудро вот это ставили и организациями чтобы граждане обязаны использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество в случае его предоставления органами власти и организациями мы считаемся как организация вы предоставляете вы продаете на каких станках продаете вы можете только предоставить гражданину гражданин пришел вы говорите вы ему говорите оденьте маску а мы у меня нету согласно 417 правительства выдайте мне маску вы будете у нас то есть вы его принуждаете уже они даже гражданин говорит я ничего покупать не хочу я не должен меня должны на основе 417 постановления обеспечить органы власти и организации они хорошо вот эту приписочку сделали а потом потом вы ему говорите мы вас не обслужим а если вы не обслуживаете покупателя то это уже нарушение административного кодекса статья 14.8 нарушение иных прав потребителей а что здесь написано отказ потребителю в предоставлении товаров либо доступ к товарам по причинам связанным состоянием здоровья или ограничением жизни деятельности или его возрастом кроме случаев станут законом влечет наложение административного штрафа на сдалашных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей то есть юридические лица 300 500 должностные лица от 30 до 50 тысяч рублей вы хотите такие штрафы не хочу мы то есть все получается как мы приехали мы приехали мы приехали мы говорим так смотрите мы сейчас составим заявление от вас и от него на вы на нарушение ваших правда там и он на нарушение его прав соответственно от него мы берем заявление по 4.8 чтобы его не обслужили вам штраф вам как продаваться от 30 до 50 вашему директору от 300 до 500 тысяч гражданину гражданину вы на него тоже написано пишите заявление что он был без маски и мы допустим пишем от вас заявление по статье 20.6 . 1 на физическое лицо что он нарушил ему за это полагается штраф 4000 там что-то ну а 4 было ну понятно это вы пишут ему этот штраф или нет потому что он придет в суд он скажет я пришел в магазин согласно 417 поставлению правительство мне должны были выдать средства коллективной и индивидуальной защиты мне их не выдали предложили их купить то есть принудили меня в сделке незаконной то есть ему этот штраф отменят а вы заявление которое он напишет на нарушение продажи товаров то есть вы его не не обслужили должным образом нарушить нарушили гражданский подокс вы соответственно его не обеспечивали средствами защиты то есть на вас будет уже штраф по статье 3 18 . 1 на 20 юридических лиц там просто штраф от 300 до 500 тысяч рублей то есть на вас летит два штрафа не обслуживание клиента и нарушения режима повышенной готовности два штрафа от 300 до 500 рублей 500 тысяч рублей а на него один штраф от там 1000 до 30 тысяч рублей если он пройдет а он не пройдет потому что закон на его стороне я все понимаю вы понимаете некоторые люди нормальные приходят и мы да действительно вот я говорю да возьмите хоть что-то вот даже платком закрываются и ради бог на две женщины были у меня малолетний дом ребенок за мной в длиннограде никто не разговаривает даже смотрите дальше а тут он пришел он есть уже такой вот вот видно что он это сейчас везде это сейчас везде смотрите средства есть что написано предоставить средства коллективный вот средства коллективной индивидуальной защиты что относится к перчатке маска какая маска ну вот это нет согласно госту средства индивидуальной защиты органов дыхания относятся транспираторы противогазы вакуумные маски то есть к вам приходит человек вы должны самое простое чему обеспечить это распиратором за 300 рублей он пришел вы ему вот ваш распиратор пожалуйста он надел купил за там 20 рублей да 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 и ушел да какую-нибудь мелочь и ушел все все законы соблюдены никто ничего не нарушил а когда вы говорите человеку вот вам салфетка защититесь ею от вируса и соответственно человек скажет вы нормальные вообще как я салфеткой защитить от вируса хорошо нормально он пришел и вот здесь вот так ходит а все в масках ходят но это же не нормально но сейчас люди все на нервах все нервные знаете на два месяца это вот один такой дебил один у нас не было таких идиотов ну ты чё ты нервничал люди приходят да он нормальный ему лет сорок как сила люди нормально приходят извинять ой я забыл забыл да у меня маска есть вот одевают ну а это понимаете чем дело вот сентября вот третий месяц один такой есть закон который нужно исполнять ну вот кстати он гулял с законом сдается не в органах ли он вообще работает мы как сотрудники Росгвардии соблюдаем конституционные законы и федеральные законы по-человечески по закону все находится на стороне граждан все вот эти законы все на защиту граждан но есть за люди которые там они одели свои маски и они пошли ну соответственно возможно эти люди которые пошли они не знают законов и все согласно законам все это предоставляется все это все это предоставляется организации по закону если как по закону действовать я объясню как все по закону то есть человека мы не привлечь по этим статьям он просто ссылается на то что согласно 417 мы поставили его должны были обеспечить и он действительно он купить надо федерально 250 рублей на каждого федеральных законов как игру мой букву под закрытие ребят мы закроемся федеральных законов обязывающих людей носить маски нету но это не прописано по логике вещей а прописано вот то что прописано средства защиты по госту это респиратор противогазы вакуумные маски кто их выдает кто не сдает соответственно нарушают в первую очередь кто организации поэтому если к вам приходят люди относитесь по-человечески друг к другу и все меньше конфликтов не хочет человек одевать маску хорошо проверяющий орган кто приходит рост потребнадзор до 31 декабря двадцатого года никаких проверок не проводит это прописано у рост потребнадзора а кто к вам приходит если к вам приходят проверяющие органы соответственно вы у них просите предоставить вам постановление из прокуратуры на право проверки вашего магазина соответственно в этом постановление должно быть прописано да пришел сотрудник такой-то такой-то из рост потребнадзора сотрудник мвд кто вас проверил сверяется удостоверение с паспортом все это подтверждаете видеокамера у вас есть все фиксирует кто приходил потом вы идете в прокуратуру и спрашиваете осуществлялась ли проверка данными гражданами по закону нашего магазина были были ли постановления проверки и как вашу проверку магазина может существовать сотрудник рост потребнадзора совместно с сотрудником мвд соответственно 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 если у сотрудника рост потребнадзора ограничение до 31 декабря двадцатого года сотрудник рост потребнадзора прийти вас проверять не можно а как может администрация прийти вас проверять на основе на основе по разговорам они по Дзержинской ходили но они наверное не выписывали штрафы а они смотрят предупреждения какие были смотрели как выполняется в масках не в масках может быть они смотрели если у вас ну да нет нас приходили маски респираторы противогазы соответственно согласно 417 постановления вы должны обеспечить людей среди с вами индивидуальной защиты они пришли к вам посмотрели а у вас противогазов нет ну это нарушение и все ловите вас штраф штраф не за то что люди без масок ходят а штраф за то что вы не соблюдаете правил которые введены 417 постановлением правительства вот как написано люблю я наш правительство я нашу Россию вообще обожаю правительство российского постановление 2 апреля 2020 года номер 417 об утверждении правил поведения обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной здоровости все на нас вот это важно можете псерокопию сделать соседним магазинам раздать все сказали оставайтесь всегда людьми в любой ситуации у любого человека есть его права на свободу адресичной конституции но погаснили на сука они еще людьми остались вот 102-112 Володька давай звони настучи на меня что воздухом воздухом дышу свободно ты дышишь углекислым газом я кислородом ты мне завидуешь напиши что я завидую гаду ему он дышит ты вы наверное как-то провоцирует я не знаю может быть вас попросили во-первых находитесь вообще со мной вы без маски находитесь вот молодой человек тоже без маски молодой человек себя покажите пожалуйста то что вы без маски а на территории вы должны данного мероприятия находиться в маске вы этого не понимаете не понимаю как этого не понимаете ну так вам указали на на residence знаете закон можно на входе вы видели вы без закона не видел ну пойдемте поганнем интересно telaп какие 置 и не макинаб не покинул не похоже нарушаю смот friedman вы нарушаете данный мы поч does я всем там максимальная спасибо суд его но его часто говоришь я обязан носить вас не относит почему не обед потому что на линии на есть установление за вновлении издавляется законодатель макку не являю там ухо я вам хочу руку пожать у нас может быть только ограниченный гиро и гостонин давай роли закона и у вас этот какую институция давайте изначально мы очень кричим согласно институции 55 статьи их права могут ограничены только быть федеральным законом ни одного федерального закона у нас не применено что право гражданина могут быть ограничены только федеральным законом восстановление 417 под марта месяца не является федеральным законом права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в этом давайте давайте найдем соблюдение исполнения это разные вещи как надо соблюдать у нас дословно у меня мы не соблюдали дословно трактует она не с они не соблюдают на данный момент чем что они не соблюдают значит акты местного судаку явление какой еще раз говорю значит у нас прописано а тем что с кем постановление вышло таково 417 нет на кто его выпустил кто просто выпустил до губернатор губернатор незаконодательная власть послушайте исполнитель на хорошо мы же правда же как будто этим что они не исполняют вашему но этим во первых находится без масс вы дали маску согласно 6 пункта 417 постановление не маску не вы должны обеспечить сис а к сис находятся противогазы только не маски маска не являются средством индивидуальной защиты потому что у них нет госта извините противогаз является средством индивидуальной защиты потому что есть гост понимаете вы это или нет то что вы даже если маску принесете он может ее не девать потому что вы не принесли ему сиз средства индивидуальной защиты зайдите посмотрите что к нему относится противогаза респиратор и так далее и тому подобное там есть четкий перечень вот это не являет средством длина защиты мы их носим просто для самоуспокоения хорошо ну неважно мы как администрация определяем порядок на каждое место мы определили порядок нет поэтому он и пошел что делал что хочет поэтому мы предложили потребует что в вас до свидания пожалуйста пожалуйста относитесь добрый друг на то все-таки новый год у нас на всего доброго до свидания вы что здесь хотите то я не понимаю блок поснимаете мы блогеры блок поснимать хотя твой блок обыкновенный любительский обыкновенный блок на основании чего вы должны это поснимать хотим так ну это твои проблемы что ты хочешь ты там не хочешь может туалет ты не хочешь мы хотим твои проблемы не интересны твои проблемы а мне не интересны твои проблемы ну иди отсюда вали мы к тебе не подходили ты к нам подошел